Это и есть то полотно, с которым школьники 9 мая возглавили колонну бессмертного полка. На этом символе победы 1200 лоскутов, на каждом из которых имя и автограф ветеранов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, а также тех, кто трудился для нужд фронта. Истории победителей, чьи фамилии увековечены на полотне длиной 25 метров, собирали 36 тысяч учащихся сочинских школ. Это поколение, которое последнее, кто видит ветеранов живых и может из их уст услышать эти все истории, услышать всю ту правду о войне. Мы планируем проведение очень много акций именно патриотического направления, потому что сейчас для того, чтобы быть настоящим гражданином своей страны, нужно в первую очередь любить свою родину. Чтобы дети знали, чтили и берегли память, цепочка военно-патриотических мероприятий не должна прерываться. Об этом говорил глава города Сочи. Анатолий Пахомов обратился с просьбой к детям войны. Принять эстафету от фронтовиков и продолжать проводить встречи в школах. Тогда подобных акций, как батальон победы, с участием молодежи будет все больше. То, что наши дети сделали, это первый проект в России. Уверен, что через некоторое время и другие школы нашей России присоединятся к этому замечательному проекту, потому что здесь вложена душа каждого ребенка, наряду с тем, что они посетили того участника Великой Отечественной войны либо Трудового фронта, который не смог просто встать на ноги в День Победы. Ему было приятно, что о нем помнят, помнят внуки, правнуки. И все это должно стать традицией. И именно поэтому сегодня дети передадут это знамя из Лоскутов в музей. А это значит, что они всегда будут живы. И поэтому я всех поздравляю с сегодняшним событием, передачей в историю, а это значит, в память наших жителей и жителей нашей страны. Спасибо вам. Спасибо детям. Место подобного полотна победы именно в хранилище истории курорта подчеркнули сотрудники музея. На сегодняшний день там находится свыше 4000 раритетов времен Великой Отечественной. Это награды, документы, письма с фронта, за которыми, как и за этими фамилиями, стоит судьба человека. Благодарность за участие еще в одном мероприятии ко Дню Победы, а именно в конкурсе на лучшее письмо «Детские сердца, опаленные войной», в редакцию от «Детей войны» объявила сегодня и городская газета «Черноморская здравница». Воспоминания тех военных лет описывали как сами дети войны, так и их внуки. Конкурс стартовал в начале января. И к концу мая у нас уже в архиве было более 150 материалов на эту тему. Естественно, на странице газеты мы публиковали только лучшие. Среди номинантов три первых места среди учащихся, молодежи, и три места, которые наша уважаемая жюри отдала людям пожилого возраста. То есть, собственно, и детям, у которых сердца опаленные войной. Партнером конкурса стала администрация Сочи. Руководство города предоставило победителям путевки в оздоровительные учреждения и путевки для отдыха. Галина Моисеева, Инга Габеша, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.